Здравствуйте, уважаемые родители, бабушки и дедушки. Это Александр из Зеленограда. В этом видео я бы хотел с вами поговорить о термометрах и какой опасности они в себе хранят. Буквально на последнем дежурстве, работая врачом скорой помощи детским, мы столкнулись с ребёнком, который откусил от этого градусника вот эту вот часть. Вот эту часть. Вот так вот он откусил и проглотил. Что заставляет детей откусывать конечную часть от градусника, я не знаю. Может быть, им напоминает градусник сосульку, и они пытаются его откусить. Так или иначе, градусник очень легко лопается. Вот эта часть, наконечник, проглатывается ребёнком и уходит в желудок. Сразу скажу, что мы консультировались у токсиколога детского. То, что содержится в современных градусниках внутри, оно не представляет никакой опасности, вот эта жидкость. Но опасна стеклянная часть, которая внутрь проглатывается. Вот эта стекляшка, она может войти в слизистую пищеварительного тракта, где-нибудь остановиться. И очень сложно её будет найти. Может открыться кровотечение. Рентген эту стекляшку не покажет вам, и её будут искать очень долго. Это жидкость. Эпизодом. Ну, так или иначе, что-то его заставило это сделать. Если бы хотеть градусник, то можно умеять. Всё, пап. Подводя итог этому видео, я настоятельно вам рекомендую выбросить вот эти градусники стеклянные и приобрести обычные электронные градусники. Даже есть градусники с мягким наконечником, здесь прорезиненный. Даже если ребёнок его надкусит, ничего страшного в этом не будет. Он не оторвётся там проводки. Ну, его оторвать вообще практически невозможно. Потому что он пластмассовый, очень прочный. Стеклянный же градусник. Он очень хрупкий. Стекляшка очень лопается легко и проглатывается ребёнком. На этом я заканчиваю своё вещание. Надеюсь, вы поняли суть идеи моего видео. Так что безопасность ваших детей прежде всего. Покупайте обычные электронные градусники и выбрасывайте стеклянные. Ну, давайте. Пока. Пока.